Возвращение под зонтичный бренд S7, который на сегодняшний день и в России, я не побоюсь сказать и в мире, является одним из самых известных российских брендов, ничуть не менее известным, чем наш бренд, нашего национального перевозчика Aeroflot. И поэтому мы фактически возвращаемся в семью S7. Безусловно, в первую очередь, это то, что этот бренд S7 гораздо более узнаваемый, гораздо более сильный, чем бренд инжиниринг, который мы развивали последние несколько лет, последние шесть лет с момента создания холдинга инжиниринг. И это означает фактически для нас, что подтверждение того, что мы привержены, скажем так, той же идеологии эффективности, безопасности, инноваций, в которой всегда отличалась авиакомпания CBA, бренд S7, бренд молодой, бренд яркий, бренд очень успешный. И, безусловно, мы просто хотим быть такими же, как S7, не менее успешными и инновационными. Для нас, как компания, это мало, в общем-то, что изменит для нашей внутренней работы. Мы также будем продолжать заниматься тем, чем мы занимались раньше, развитием наших capabilities, внедрением инноваций, внедрением, скажем так, эффективных методов организации, управления производства. Мы сейчас активно занимаемся внедрением различных инструментов повышения эффективности. Это и все инструменты ЛИН-технологии, и Continuous Improvements. Мы занимаемся в этом году, особенно, у нас большой проект по внедрению информационной системы, новой, производственной, которая, мы надеемся, позволит нам существенно улучшить наши внутренние процессы. Мы в январе только прошли второй этап, ну, финальный этап аудита сертификации по аэрокосмическому стандарту ЕН или АЭС-9110, как МРО-организация. И ожидаем получения сертификата по этому стандарту в ближайшие несколько недель. Мы получили будем первой компанией в России, которая будет сертифицирована по аэрокосмическому стандарту, который, может быть, даже более жесткий, чем те, по которым работают все остальные МРО, наши российские, 145-й и 285-й. Поэтому мы много делаем, пытаемся, вернее, делать по внедрению новых технологий, новых capabilities. И, безусловно, всегда пытаемся смотреть на то, что происходит на рынке. Мы обсуждаем создание нашей собственной рекомендательной системы для технического персонала, которая будет помогать им в поиске неисправности. Мы всерьез достаточно внутри занимаемся вопросами predictive maintenance совместно и с производителями, и с компаниями инжиниринговыми, которые этим занимаются и так далее, и так далее. У нас достаточно много проектов, которые достаточно широко обсуждаются сегодня на рынке МРО, но пока еще относительно мало распространены или вообще отсутствуют на российском рынке. Да, безусловно, мы всегда пытались строить нашу компанию как компанию участника глобального рынка МРО. То есть у нас мы никогда не говорили о том, что мы будем глобальной компанией, но мы всегда хотели быть частью именно глобального рынка. Поэтому все предыдущие годы и далее нашей стратегии было выстраивание, скажем так, рабочих, конструктивных взаимоотношений с ОМами, с крупными МРО-провайдерами. И вы знаете о ряде проектов, которые мы уже реализовали. Сейчас обсуждаем реализацию новых проектов с большими игроками, с крупнейшими, основными игроками рынка МРО. Безусловно, мы смотрим и на выход за пределы России, потому что рынок, безусловно, МРО значительно больше, чем только российский рынок, как и вся экономика. И мы, конечно, смотрим на 98% рынка, а не только на те 2%, которые мы сегодня имеем здесь, в России. Да, мы смотрим на такие возможности, мы изучаем такие возможности, и будем использовать все открывающиеся для этого возможности по открытию собственных баз в других странах. Безусловно, мы смотрим очень внимательно на рынок Юго-Восточной Азии, Китая, которые на сегодняшний день растут наиболее быстрыми темпами, где есть определенный дефицит и квалифицированного персонала, и сервисов, поскольку флота там растут быстрее, чем, скажем так, рынок услуг МРО. Но мы также не исключаем для себя возможности выхода на европейский рынок, восточноевропейский рынок, где, безусловно, растут лоукосты, и это как раз тот сегмент рынка, который, на наш взгляд, с которым мы можем, безусловно, работать и быть конкурентоспособными с любыми компаниями в нашей отрасли. Как решение оно принято. Мы просто смотрим на те наилучшие возможности, которые позволят нам сделать это наиболее эффективным образом, наиболее... или так, наименее затратным образом. Можно потратить десятки миллионов, построить ангар где-то и не иметь клиентов. Таких примеров достаточно много. В первую очередь, мы компания, которая является частной, и наша главная задача предоставлять нашим клиентам наилучший сервис за разумные деньги и при этом зарабатывать прибыль. Поэтому мы, безусловно, заинтересованы расширением своего рынка, своих capabilities, и поэтому мы будем, безусловно, рады, если этот самолет состоится, если он будет успешным, и мы, конечно, готовы предложить всем операторам нового российского самолета наилучший сервис, учитывая тот опыт, который мы накопили в эксплуатации как российской техники, так и зарубежной техники за последние много-много лет, которые компания работает на рынке, поскольку компаний все-таки больше, чем история компаний, входящих в холдинг S7 Techniques, гораздо длиннее, чем 7 лет, когда существует холдинг. Это уже больше 50 лет опыта эксплуатации и ремонта авиационной техники, и весь этот опыт, безусловно, мы готовы применить и предложить нашим операторам, вернее, операторам новой российской техники наилучший сервис. Безусловно, это пошло в пользу. Безусловно, мы надеялись, что этот самолет будет производиться и поставляться, конечно, клиентам чуть большей серии, и что этот рынок будет чуть больше, чем он есть сейчас. Именно по этой причине мы, да, мы обслуживаем сухой суперджет, но объем этого, скажем так, глубина этого обслуживания пока относительно невелики, если мы сравним их, например, с теми возможностями, которые у нас есть по Боингам и Эрбасам. И все это обусловлено, в первую очередь, конечно, объемом, недостаточным объемом этого рынка. Здесь есть еще много над чем работать вместе с производителем этого самолета и по улучшению этого самолета, по внедрению всех тех доработок, которые необходимо сделать, чтобы этот самолет все-таки был более успешным у операторов. Нам вместе еще предстоит много-много работать над этим самолетом. У нас всегда была только одна задача — быть самыми эффективными и во всех смыслах. В смысле организации производства, организации процессов, экономически эффективными, финансово эффективными для того, чтобы иметь возможность развиваться дальше. Мы ни в коем случае не гонимся за нормочасами. У нас единственная задача — обеспечить эффективный, прибыльный рост нашего бизнеса для того, чтобы создавать, предоставлять клиентам сервис самого высокого качества по разумной цене, но и при этом, безусловно, зарабатывать прибыль, которая позволит нам развиваться дальше. У нас это получается. Мы работаем над этим. Мы над этим работаем. Всегда есть где улучшаться. Есть еще много областей, в которых мы должны кардинально улучшиться. Мы эти области знаем, понимаем все наши проблемы и, безусловно, будем над этим работать.